Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я хочу с вами связать вот такую замечательную летнюю панамочку. Вязала я ее макушку вот такими листиками замечательными, потому что вязала под платьицы с листиками. И украсила вот таким замечательным цветочком. Вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. В зависимости от диаметра донышка, можно регулировать размер шапочки. Я вязала данную шапочку на размер до годика. И сейчас вам расскажу ее сантиметры и диаметр. Размеры ее от макушки до окончания рюшечек 15 см. И в обхвате головы она подходит где-то на 43 см. Довольно-таки простое выполнение, красивый на мой взгляд получается в итоге. Кому понравилось, конечно же присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу перья Катон Лайф, это хлопковая пряжа с вискоской. Более подробно я оставлю вам ссылочку на видео по этой пряже, обзору. Крючком я буду вязать 1,75 мм. Нам понадобятся ножнички и сантиметр для измерения донышка и высоты шапочки. Начнем мы вязание с кольца амигуруми. Для этого зажимаем краешек ниточки между большим и указательным пальчиком и два раза обкручиваем ниточкой рабочей указательный пальчик. Теперь ныряем под эти две ниточки, захватываем рабочую и еще раз провязываем петельку. Вот у нас получилось движущее кольцо амигуруми и одна рабочая петля. Делаем две воздушные петли подъема. Это у нас получается три воздушные петли всего, замещают нам столбик с накидом один. Теперь одна воздушная петля и делаем накид. Ныряем в колечко, вяжем столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид и в колечко ныряем, вяжем. Получается по счету третий столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид, в колечко вяжем. Еще один столбик с одним накидом. Четвертый. Воздушная петля, в колечко, столбик с одним накидом. Пятый. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Шестой. И воздушная петля. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем наше колечко. Теперь делаем в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. Я буду делать за обе стеночки, для того, чтобы не перекручивался рисуночек. Вот таким образом мы с вами связали первый ряд. Теперь мы с вами будем вязать из каждого столбика с накидом предыдущего ряда по два столбика с одним накидом в этом ряду. Для этого делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Накид. И вот эту вот петлю основания трех воздушных петелек еще делаем один столбик с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли и находим следующую петельку, где у нас столбик с одним накидом предыдущего ряда. Ныряем сюда в петельку и вяжем столбик с одним накидом. Накид. Сюда же столбик с одним накидом второй. Снова 2 воздушные петли. Находим столбик с одним накидом предыдущего ряда. В эту петельку над столбиком вяжем снова 2 столбика с одним накидом. Между столбиками с одним накидом 2 воздушные петли. Поэтому вяжем 2 воздушные петли и ищем следующий столбик предыдущего ряда. Над ним снова вяжем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Итак, вяжем над каждым столбиком предыдущего ряда 2 столбика с 1 накидом в этом ряду и 2 воздушные петли. Над следующим вяжем точно так же 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли. И делаем в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. Завершили второй ряд. Третий ряд. Мы с вами будем делать снова прибавления. Для этого вяжем 3 воздушные петли подъема, делаем накид и в петлю основания цепочки вяжем еще 1 столбик с 1 накидом. Далее делаем накид и над следующим столбиком предыдущего ряда вяжем также 2 столбика с 1 накидом. То есть мы из одного столбика связали 2 столбика, а теперь из 2 столбика будем вязать 4. То есть над каждым столбиком предыдущего ряда по 2 столбика с 1 накидом в этом ряду. И снова между столбиками 2 воздушные петли. Переходим к следующим 2 столбикам. Над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем по 2 столбика с 1 накидом в этом ряду. и так над первым столбиком я связала 2 столбика и над вторым 1 и сюда же 2 далее две воздушные петли снова над первым столбиком 2 столбика 1 столбик и сюда же 2 и над вторым столбиком точно также 2 столбика с накидом 1 и сюда же второй между столбиками четырьмя одними и вторыми вот как вы видите 2 воздушные петли так и здесь сделаем 2 воздушные петли снова над первым столбиком 2 столбика с накидом 1 2 и над вторым 2 столбика с накидом 1 2 вот так повторяем 6 раз то есть всего у нас 6 лепесточков на донышке поэтому повторяем 6 раз 2 воздушные петли и увеличиваем снова предыдущем ряду столбики на 2 то есть над каждым столбиком вяжем по два столбика снова 2 воздушные петли и над столбиками предыдущего ряда вяжем 2 столбика в этом ряду над первым и на вторым 2 воздушные петли подъема и в третью воздушные петельки просто и в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик еще раз повторюсь я делаю за обе стеночки для того чтобы не было видно перехода перекручивания вот так вот мы с вами завершили вязать третий ряд четвертый ряд мы снова увеличим количество столбиков в ряду поэтому делаем 3 воздушные петли подъема накид и в петлю основания воздушных петелек вяжем столбик с одним накидом 3 воздушные петли нам заменили 1 столбик и получается вяжем сюда же второй столбик затем делаем накид и над следующими двумя столбиками предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом над первым столбиком 1 над вторым 2 а над третьим столбиком то есть получается на четвертым по счету если считать воздушные петли предыдущего ряда подъема за столбик вяжем 2 столбика с одним накидом 1 и сюда же второй то есть получается из 4 столбиков предыдущего ряда мы имеем уже шесть столбиков вот такую вот рогаточку из двух столбиков над первым столбиком затем столбик над вторым столбик над третьим и на четвертым два столбика снова рогаточка таким образом мы увеличили количество петель снова между столбиками две воздушные петли и продолжаем увеличивать над первым столбиком предыдущего ряда вяжем два столбика с одним накидом в одну петлю затем столбик над вторым столбиком над третьим столбиком тоже столбик а затем над четвертым два столбика то есть в одну петлю 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и переходим к следующему листику. Над первым столбиком предыдущего ряда 2 столбика с 1 накидом в 1 петлю, затем столбик, в следующую петлю столбик и в последнюю четвертую петлю снова увеличиваем 2 столбика с 1 накидом в 1 петельку. Для перехода на следующий листик делаем 2 воздушные петли. Снова над первым столбиком 2 столбика, над вторым-третьим по столбику с накидом 1, 2 и над последним столбиком предыдущего ряда вяжем 2 столбика с 1 накидом в 1 петлю. Для перехода на следующий листик вяжем 2 воздушные петли. Снова над первым листиком вяжем 2 столбика с накидом, над вторым-третьим по одному столбику с 1 накидом, и над четвертым столбиком предыдущего ряда снова делаем прибавление. 2 столбика с 1 накидом вяжем в 1 петлю. Две воздушные петли, последний четвертый раз вяжем из 4 столбиков 6. Над первым и над четвертым столбиком вяжем по 2 столбика с 1 накидом. В средний вяжем по столбику с 1 накидом. И в четвертую. Вот я делаю последнее прибавление в этом ряду. Для замыкания в круг вязания вяжем 2 воздушные петли. И в третью петлю подъема вяжем соединительный столбик или соединительную петельку. Пятый ряд. Мы с вами начинаем вязание, как всегда, с 3 воздушных петель подъема. Затем над каждым столбиком предыдущего ряда, а их у нас 6 в предыдущем ряду уже стало, вяжем по столбику с 1 накидом. 3 воздушные петли нам замещают 1 столбик. Далее в следующую петлю вяжем второй столбик с 1 накидом. В следующую. Третий столбик. Далее четвертый столбик. Далее пятый столбик с 1 накидом. И в последнюю петлю шестой столбик с 1 накидом. Теперь вяжем 2 воздушные петли, делаем накид и под 2 воздушные петли предыдущего ряда, вот он наш промежуточек, прям под него мы с вами свяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Теперь вяжем 2 воздушные петли и переходим к следующему листику. Снова над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем по столбику каждую петлю. Первый столбик, далее второй столбик над вторым, третий столбик над третьим, четвертый столбик над четвертым, пятый столбик над пятым и шестой столбик над шестым. И повторим снова 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, в вот эти вот 2 воздушные петли промежуточные между листиками предыдущего ряда и 2 воздушные петли. Точно так же повторяем в каждую петельку предыдущего ряда столбика, вяжем по столбику. То есть фактически у нас узорчик получается над шестью столбиками 6 столбиков, а добавилось лишь только то, что вот в эти вот 2 воздушные петли промежуточные мы связали 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. То есть это только поменялось. Все остальное пока вяжем без изменения. То есть там, где было 6 столбиков, так и осталось 6 столбиков. Мы не добавляли больше. И вот так вот продолжаем. 6 столбиков, затем 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда и 2 воздушные петли. Затем снова 6 столбиков, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда. Можно сказать, под арочку предыдущего ряда, вот это вот отверстие наше. Мы связали, добавили 1 орнамент. То есть вяжем вот так до конца этого ряда. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда и снова повторяем 2 воздушные петли. Вот так нужно связать еще 2 раза. Заканчиваем ряд двумя воздушными петлями, 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, как всегда, и 2 воздушные петли. Теперь в третью воздушную петлю подъема в начале ряда делаем соединительный столбик или соединительную петельку. Все, наш пятый ряд окончен и приступаем к шестому ряду. Для начала шестого ряда нам нужно сделать соединительный столбик в следующую петельку, то есть над вторым столбиком предыдущего ряда, то есть вот сюда. Сделали переход и делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Нам заменили первый столбик. Далее вяжем еще 3 столбика с одним накидом в каждую из последующих 3 петелек по столбику. Таким образом, мы над шестью столбиками предыдущего ряда связали всего 4 столбика средние. По бокам у нас осталось по одной петле нетронутой. Теперь мы вяжем 1 воздушную петлю и под 2 воздушные петли предыдущего ряда, вот сюда под арочку, вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 воздушные петли и снова находим следующую арочку, вот сюда, 2 воздушные петли предыдущего ряда. И вяжем сюда точно так же 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И переходим над шестью столбиками предыдущего ряда, находим первый из четырех столбиков средних и над ним вяжем первый столбик. В следующую петельку вяжем второй столбик. В следующую петельку третий столбик. И в следующую петельку четвертый столбик. То есть снова над шестью предыдущего ряда столбиками связали всего 4, а в арочке в обоих сторонах двух столбиков с одним накидом связали по 3 столбика с одним накидом и вот таким вот образом делаем расширение. Теперь снова вяжем, повторяем 1 воздушная петля, в арочку предыдущего ряда из 2 воздушных петелек вяжем 3 столбика с одним накидом 1, 2, 3, 2 столбика вот эти вот мы заменяем двумя воздушными петлями и снова переходим в следующую арочку, вяжем 3 столбика с одним накидом 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Воздушная петля и находим снова 4 средние столбика и над четырьмя средними столбиками вяжем по одному столбику с одним накидом в средние вот эти вот 4 петелечки. Таким образом мы с вами начинаем уменьшать листочек. Как вы видите, у нас было расширение до 6 столбиков, сейчас уже пошло на уменьшение. Одна воздушная петля и в арочку предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. Два столбика мы заменяем двумя воздушными петлями и в следующую арочку снова вяжем 3 столбика с одним накидом. И так повторяем до конца ряда. Не забываем отделять листики от 3 столбиков по бокам воздушными петлями по одной и два столбика средние мы заменяем двумя воздушными петлями. В листиках мы делаем уменьшение над четырьмя средними столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Вяжем точно так же 4 столбика с одним накидом в этом ряду. Завершаем ряд орнаментом из трех столбиков с одним накидом во вторую арочку и одна воздушная петля. В третью воздушную петлю подъема в начале ряда делаем соединительный столбик. И приступаем к началу вязания седьмого ряда. Но перед этим делаем переход соединительным столбиком в следующую петельку. То есть сейчас мы будем вязать над средними двумя столбиками из четырех предыдущего ряда. Мы перешагнули над первым столбиком, сделали соединительный столбик, поэтому делаем 3 воздушные петли подъема. Это у нас готов первый столбик. Делаем накид и над следующим столбиком вяжем столбик с одним накидом. То есть мы связали над четырьмя два столбика. Теперь вяжем 2 воздушные петли, делаем накид и вот под эту воздушную петлю предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же вяжем второй и сюда же вяжем третий. Снова 2 воздушные петли, находим следующую вот эту вот дырочку, арочку. Сюда тоже вяжем 3 столбика с одним накидом. Один, два и сюда же три. 2 воздушные петли, находим одну воздушную петлю вот этого предыдущего ряда и вяжем сюда точно так же 3 столбика с одним накидом. И между вот этими тремя столбиками с одним накидом 3 раза у нас везде по 2 воздушные петли. То есть мы отделяем двумя воздушными петлями. Точно так же и здесь. Сделаем 2 воздушные петли и переходим на 2 средних столбика листика из 4. Над вторым столбиком вяжем столбик, над третьим столбиком вяжем точно так же столбик. 2 воздушные петли, находим воздушную петлю предыдущего ряда после листика, вяжем 3 столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий. Снова 2 воздушные петли, переход в следующую арочку между тремя столбиками и тремя столбиками вторыми. Сюда точно так же вяжем 3 столбика с одним накидом. Снова отделяем двумя воздушными петлями и находим вот эту арочку, дырочку из одной воздушной петли. Сюда точно так же вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 2 3 2 воздушные петли и переходим на листик на два средних столбика над которыми вяжем в этом ряду точно также по одному столбику то есть мы уменьшаем листик но при этом увеличиваем количество вот таких вот столбиков состоящих из трех столбиков с одним накидом и переходим двумя воздушными петлями снова на следующую дырочку то есть арочки вот эти которые мы делали в предыдущем ряду из одной воздушной петли от листиков и две воздушные петли между двух столбиков из трех столбиков с одним накидом вот такой сделали переход из 2 воздушных петель и вяжем каждую из арочек по три столбика с одним накидом и между ними две воздушные петли дошли до 2 во вторую точно также вяжем 3 столбика с одним накидом сделали 2 воздушные петли и переходим в 3 3 точно также вяжем 3 столбика с одним накидом при этом делаем 2 воздушные петли переходим на две средние петельки столбика два вяжем над четырьмя предыдущими столбиками листика вот наш листик их уже хорошо сейчас четко должно быть вам видно а между ними вот такой вот продолжаем вязать орнамент сделали листик теперь делаем переход двумя воздушными петлями под первую арочку вяжем сюда три столбика далее переход делаем двумя воздушными петлями до следующей арочки сюда вяжем три столбика 1 2 3 переход двумя воздушными петлями до следующей арочки вяжем 3 столбика и переход делаем до листика двумя воздушными петлями над листиком вяжем два столбика лишь только в двух средних петельках и продолжаем так вязать до конца ряда увеличивая донышко нашей панамки довязали последнюю арочку три столбика с одним накидом и завершаем ряд двумя воздушными петлями и в вершину вот этих двух столбиков с одним накидом мы делаем соединительный столбик и теперь нам осталось связать еще один ряд донышко для начала мы перейдем столбиком соединительным следующую петельку а точнее под арочку вот сюда и в арочку сейчас мы с вами будем провязывать по четыре столбика с одним накидом в каждую из образовавшийся арочек без исключения будем провязывать по 4 столбика с одним накидом для начала делаем 3 воздушные петли подъема которые нам заменит первый столбик и еще довязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 в общей сложности получилось 4 столбика 1 воздушная петля переходим в следующие арочки вяжем нее же 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 снова 1 воздушная петля переходим к следующей арочке 4 столбика с одним накидом в нее и между вот такими орнаментами в арочке из 4 столбика с одним накидом у нас 1 воздушная петля переходим к следующей арочке воздушный воздушной одной петлей и вяжем нее 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 воздушная петля и как бы я вам скажу можно было бы в принципе закончить еще одним рядом там где будет листик заканчиваться одним столбиком выходящим из двух столбиков но так как это панамочка то я решила в принципе такое донышко меня вполне устраивает и мне легко сделать переход от донышка на само ровное вязание то есть на высоту шапочки вот таким переходом очень легко если же мы добавим еще один ряд во-первых получится шире донышко а во-вторых добавив один столбик здесь у нас собьется рисунок вот таких веерков поэтому я решила сделать именно 6 или 6 листик на голове как бы где донышко у нас где затылок и затем переход сделать плавный на вот такие вот веерочки из 4 столбика с одним накидом и так продолжаем вязать до самого конца не пропуская ни одной арочки в каждую вяжем по 4 столбика с одним накидом и между орнаментами из 4 столбика у нас по одной воздушной петельки довязали все арочки до конца делаем одну воздушную петлю между арочками и в третью воздушную петлю подъема в начале ряда делаем соединительный столбик все мы как бы соединили полностью ряд и сейчас я вам расскажу принципы как можно рассчитать для разных размеров то есть обычно задают вопросы там если к примеру обхват головы или там возраст такой то вот я вам сейчас сразу хочу рассказать смотрите вот такая вот условная табличка существует для нужного размера диаметра головы и так далее то есть какое должно быть донышко какая должна быть высота шапочки для разных возрастов для нужного мне размера диаметр донышка должен составлять 12 сантиметров я беру сантиметр и измеряю от начала круга до конца диаметр 12 сантиметров либо радиус 6 сантиметров кому как проще у меня совпадает сейчас с нужным мне диаметром если же выбрали ниточки потоньше то соответственно вам нужно будет немного диаметр расширить донышко либо на больший размер как вы можете сделать шире вы можете уже начиная с вот этого ряда который мы только что с вами завершили вязать допустим не 4 столбика 1 воздушная петля а 4 столбика 2 воздушные петли уже пойдет расширение плюс вы можете добавить допустим 1 ряд сейчас мы начнем вязать повторять последний ряд вы можете продолжить делать расширение при том что каждую из арочек вязать по 4 столбика и делать две воздушные петли у вас пойдет снова расширение ряд если же к примеру вы хотите еще больше к примеру вам одного ряда недостаточно расширения а еще нужен более диаметра там 14 сантиметров и так далее то вы можете добавить количество столбиков в арочку то есть примеру вязать не по 4 2 воздушные петли а по 5 2 воздушные петли опять же размер снова увеличится то есть у вас диаметр донышка легко измерить если вот пока у вас ровный круг то есть пока дно если же начнется закругление то там соответственно уже пойдет немножечко искажение размера там вы уже будет вам тяжелее посчитать но именно пока у вас ровная вот такой ровный круг вязание то это и есть донышко также я предоставила вам приблизительную высоту шапочки там уже ориентируетесь единственное что я буду вязать высоту шапочки без 15 миллиметров то есть полтора сантиметра в минус и оставлю где-то сантиметр полтора это для того чтобы сделать обвязывание края то есть чтобы красивенько закончить панамку если же вы хотите ровное допустим закончить вязание то потом вы сможете обвязать смело столбиками с накидом просто или столбиками без накида там уже как говорится как подскажет вам ваша фантазия но пока я буду продолжать вязать прямым вязанием для того чтобы у меня шапочка пошла на закругление и набирала высоту непосредственно самого вязания сейчас я делаю три воздушные петли подъема они у меня заменяют столбик и я отнесу вот этот столбик к предыдущей арочки то есть вот сюда поэтому я делаю одну воздушную петлю лишнюю для того чтобы сделать переход в следующую арочку следующую арочку я продолжаю вязать по четыре столбика с одним накидом если же вы закончите увеличение на 5 столбиках с одним накидом то и соответственно высоту шапочки вам нужно будет продолжить на пяти столбиков с одним накидом но мне достаточно этого я делаю снова одну воздушную петлю для перехода в следующую арочку и вяжу как и предыдущий ряд по четыре столбика с одним накидом в арочку и между четырьмя столбиками предыдущими и последующими делаю всего одну воздушную петлю так я буду вязать до нужной мне высоты шапочки и затем я вам хочу показать как мы будем с вами обвязывать ее а пока я продолжаю вязать и сейчас вам покажу как закончить этот ряд мы связали предпоследнюю арочку 4 столбика воздушная петля и переходим к последней вот этой крайней арочки в котором мы связали уже 3 воздушные петли делаем накид вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 и делаем третью воздушную петлю подъема соединительный столбик вот таким вот образом мы завершили этот ряд а следующий ряд я вам предлагаю начать с перехода в арочку то сделали соединительный столбик в арочку и вяжем уже снова 3 воздушные петли подъема и еще 3 столбика с одним накидом при этом я продолжаю вязать по 4 столбика в каждую арочку и между ними одну воздушную петлю как вы видите у меня уже вязание немножечко начинает закругляться это из-за того что я не меняю рисуночек предпоследнего ряда а уже просто начинаю набирать высоту шапочки то есть как вы видите она немножечко у меня уже приобретает такой более закругленный вид я продолжаю вязать высоту шапочки и мы с вами встретимся когда будем уже обязывать шапочку я думаю что здесь сложности не должно никаких возникнуть вопросов поэтому продолжаем вязать просто без изменения делая плавные переходы на окончании наших в общем арочек столбиков главное что я вам рекомендую если у вас окончание ряда ближе к этому краю то соответственно оставляете воздушные петли ближе к этой арочки если же ближе к следующей арочке у вас то делаете переход на следующую арочку то есть это такой небольшой вам совет для того чтобы не видно было переходов где у вас конец где начало ряда и так я довязываю последний нужный мне ряд и я от начала провязала 13 рядочков столбиков там где уже по 4 то есть начальным увеличенным рядом донышком и теперь я заканчиваю ряд заканчивать я буду так как я начинала с дальнего с дальней арочки то я буду заканчивать тремя столбиками с одним накидом 1 2 3 и делает соединительный столбик петли воздушные подъема они у меня будут замещать 4 столбик и теперь смотрите что мы делаем мы сейчас будем переходить арочку ближайшую то есть снова вот сюда я перешла в ближайшую слева и теперь набираю 3 воздушные петли подъема и вяжу арочку еще 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 и 6 теперь перехожу следующую арочку без каких-либо воздушных петелек или в общем добавлений вот перехожу сюда в арочку и вяжу 1 столбик без накида то есть как бы фактически я закончила веерочек но здесь не начинала его то есть мы будем заканчивать ряд и начинать веерочек чтобы красиво соединить теперь смотрите после столбика без накида я делаю накид и перехожу уже в следующую арочку то есть в одну арочку мы делаем веерок следующую закрепляем его и снова в арочку делаем веерок веерок у нас будет состоять из девяти столбиков с одним накидом и так делаем первый столбик далее второй третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой и девятый переходим в следующую арочку делаем столбик без накида без каких-либо изменений перехода воздушных петелек я делаю просто веерочки и через арочку соединяя их столбиком без накида снова делаю накид и следующую арочку вяжу 9 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следующую арочку делаю столбик без накида снова накид следующую арочку вяжу 9 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 соединяю столбиком без накида в следующую арочку вот таким вот образом я буду обвязывать полностью весь краешек шапочки через арочку мы чередуем столбики без накида а между столбиками без накида у нас веерочек состоящий из девяти столбиков с одним накидом я думаю что здесь проблем не должно никаких быть для тех кто знает как вязать столбики с одним накидом и столбики без накида думаю что остается все понятно и так вяжем 9 столбиков через арочку соединяем столбиками без накида и встретимся с вами уже в конце ряда и я вам покажу как закончить как соединить круговое вязание и закончить этот ряд и так мы довязали почти ряд я связала последний веерочек и сделала последнюю арочку ряда столбик без накида теперь у нас осталось столбик без накида и в следующей петле незаконченный веерок мы берем делаем накид и веерок добавляем к 7 столбиков нашим то есть 6 столбиком и трем петлям воздушным подъема замещающим 1 столбик еще два столбика с одним накидом в арочку ныряем и делаем первый столбик и еще сюда же делаем второй столбик то есть мы добавляем восьмой и девятый столбик а затем в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик то есть вот таким вот образом как вы видите мы соединили ряд при этом не нарушив рисунок узорчик наш получился просто замечательно и его не видно стыка то есть сейчас нам осталось только отрезать и ниточку спрятать ниточку вдеть желательно в иголочку и спрятать изнаночной стороны там где наиболее тугое место для того чтобы не вытаскивалась ниточка можете несколько мест сразу продеть то есть уже смотрите на свое усмотрение чтобы не было видно ниточки я обычно отрезаю и вдеваю ниточку в иголочку продеваю ее сквозь последнюю петлю и уже прячу с изнаночной стороны то есть чтобы не было видно абсолютно и нам осталось лишь только спрятав кончик можно намочить нашу панамочку можно просто оставить если она у вас хорошо ровненько легла по рисуночку и точно так же нет таких каких-то неровностей петелек каких-то в общем кривых на ваше усмотрение можно в принципе и намочить и оставить высыхать скажем на шарики либо на банке как наши бабушки мамы делали раньше в общем в принципе здесь уже зависит все от вашей фантазии и конечно же можно украсить можно какие-то бусинки нашить пуговички цветочки у меня много есть видео уроков там где мы делали с вами цветочки разные из атласок ленточек поэтому можно подобрать либо тон в тон либо какой-то более светлее либо темнее то есть опять же все ваше усмотрение ваша фантазия я надеюсь что вам все было понятно и было интересно поэтому не забывайте лайкать комментируйте подписывайтесь на мой канал точно подписан ровных петелек вам пока пока Субтитры сделал DimaTorzok